Мы намерены создать комитет или инициативную группу, которая имела бы целью получить международную правовую оценку этих событий. Или же политика правовую оценку, так, наверное, вернее будет сказано. Зачем нам это нужно и насколько это необходимо, я пытаюсь сейчас рассказать. Ну, что произошло, вы все знаете, я не хотел бы повторяться, но здесь всегда недооценивается один момент, и после того, вот Тигран тоже об этом не сказал, то потеряна не просто земля, во-первых, потеряна часть нашей Родины, но и целое меникство, княжество, то есть некая историко-политическая единица в нашем понимании. Для окружающего мира это все мир, миф, это все эфир, это район, а мы должны доказать, что это не район. Надо сказать, что спустя столько лет действительно мы поняли, что ни наше государство, ни наши власти, ни власти Нагорно-Карабахской республики не заинтересованы в рассмотрении этого вопроса никоим образом, даже в плане, как бы сказать, гуманитарного изложения материала. Более того, начиная с середины 90-х годов, имеются достаточные факты, что тема умалчивается, нарочито умалчивается. Попытка поднять эту тему в Государственной Думе России стартнула с тем, что было сказано, что имеются люди, назначенные люди, и только они и могут заниматься этой темой. Как они занимались, мы видим на сегодняшний день. Мы хорошо знаем этих людей, я сейчас не буду называть эти имена. Вот это, так сказать, уважаемые люди, награжденные орденами, медалями, хорошо проведшие все эти 20 лет. Очень хорошо проведшие. И с моральной, и с материальной стороны. Ну, сейчас, опять же, не в этом дело. Здесь, сейчас мы видим, что история повторяется. История повторяется. И события в Шаумяне – это не прошлое, это актуалитет. Русское государство осуществило геноцидные действия, депортацию населения из армянского миликства. Задолго. Я сейчас не могу это вспомнить. Может, мне помогут затем восстановить это в памяти. Мы с Мегряном нас пригласили в Неркишири, то есть в центре этого района, в штаб русских подразделений. И два полковника, русских полковника, нам объяснили, что предстоит депортация. И даже операция была названа своим именем, то есть ГОВИ. Предстоит депортация. Были вопросы, что за депортация, какого вида, какого плана. Было сказано, что есть установка не убивать. Значит, не убивать, не насиловать население и так далее. Такая мягкая депортация. Это на самом деле произошло. Я не знаю уж, как это может быть, депортация мягкая. Но вроде бы не убивали. Люди гибли, когда сопротивлялись. То есть был нарочито задуманный план этой депортации. Как начало депортации всего Карабара. Депортация произошла в Берданзовском подрайоне. Половина Гадрулского района была депортирована. По-моему, два села в Магдакерском районе. Это еще до... В Аскеранском. Это еще до того, как им удалось взять Магдакер. То есть это была государственная политика. И целью правовой оценки как раз таки доказать и продемонстрировать, что это была государственная политика России. 92-й год Советского Союза уже не было. Была Российская Федерация или что-то в этом роде. У власти стояли кто? У власти стояли вполне демократические силы, которые пошли на сговор с правительством Азербайджана. И осуществили все это в угоду Азербайджану. Азербайджану относительно Геташина. Говорят, что это была Советская Армия. Но какая может быть в 91-м году Советская Армия? Эта армия воевала против армянского народа, который входил в состав Советского Союза. Это не Советская Армия. Это русская армия была. И в 91-м году была русская армия, и в 92-м году была русская армия. В чем мысль актуализации? Мы видим, что сейчас, несмотря на всевозможные имеющиеся договоренности, соглашения политические между Арменией и Россией, политика России привела к двум страшным для нас обстоятельствам. Значит, первое. Это международная изоляция Армении. Сейчас я не буду говорить, что такое. У нас поднят европейский путь, атлантический путь, и нас загнали в совершенную абракадабру, в структуру, которая существовать по природе своей не может. Это вот так называемый таможенный союз, евразийский союз и все такое вот. Что такое изоляция и почему она страшна. Мы не были в НАТО, мы не были в Евросоюзе, но эти структуры занимали вполне определенную позицию в отношении возможной войны между Арменией и Азербайджаном. Это раз. И возможного военного вмешательства Турции в конфликт. Эта тема нами разработана довольно хорошо. Мы неоднократно работали в НАТО, в генеральных штабах государств, это чехленов НАТО, в парламентах, в правительствах, с ведущими экспертами. Эту тему мы очень хорошо знаем. Войны не должно быть. Вмешательство Турции, как говорят французы, non-gipotetic. Да, так сказать. Ну, вот. Какая ситуация сейчас? Что-то изменилось? Вроде бы нет. Вроде бы ничего не изменилось. На самом деле кардинальным образом все изменилось. Западу не до нас. С какой стати западное сообщество должно защищать страну, которая уже не является государством, и является вассалом России? С какой стати? Если здесь защищаются интересы России, а не интересы глобальной системы безопасности и западных ценностей. Этого нет. Это исчезло. Поэтому мы получали оружие, мы стали получать оружие. Не очень новое, не очень современное, может быть, но очень хорошее оружие. Это был первый шаг. Почему это не имеет места сейчас? Где по следующей этапе получение оружия от стран НАТО? От стран западного сообщества? Продолжение следует... Продолжение следует...